Всем привет! Азовское море, Приморский район, живая легенда, новая история, фантастическое приключение. За моей спиной набережная, небольшой уютный рыбацкий поселок на самом-самом берегу Азовского моря. Именно здесь окунемся с головой в дикую природу, забываем шум и суету, городской комфорт, погружаемся в скромный сельский быт. Население, немногим более 100 человек, плюс летние гости. Перед нами коса Обиточная, с восточной стороны город Приморск. У самого основания косы, возле забытого поселка Новый быт, расположился наш поселок Набережная. Немножко на север, река Соленая и река Обиточная, и поселок Преслав. Восточный ветер, господин этих мест, не волнует море в этом месте, оно надежно прикрыто косою. Приморский шторм, а здесь тихо и уютно. Ландшафтный заповедник на косе Обиточная, удивительное и неповторимое место, райский край, место обитания непуганных человеком, птиц и зверей. Опускаемся с неба на землю в реальное время. Попытаемся проложить маршрут Приморск-Набережная. Поговорят, что маршрут сложный, запутанный, плохо видно на картах. Мы же прошагаем в реальном времени и посмотрим, как готовится поселок к сезону 2021 года, к курортному сезону. Как там обстоят дела на сегодняшний день, на эту минуту. Стоит ли туда ехать, какая там обстановка, как ближе, как проехать. Давайте будем пытаться это делать и начинаем свое движение вот с города Приморска от автовокзала. Вот никаких сложностей, абсолютно никаких трудностей не возникнет, чтобы попасть с города Приморск в поселок Набережная. За этим перекрестком автовокзал, он рядом. Мы же поворачиваем направо, на улицу Новицкого. Улица Новицкого, едем прямо в город Приморск, параллельно улице Морской. С левой стороны улица Морская. Там организовано движение для великовых автомобилей, она улица Центральная. А у нас улица такая вот с движением грузовых автомобилей, такая вот, такой рабочий тракт. Частный сектор, расположены небольшие магазинчики по пути следования. И, конечно же, нет ни светофоров, ни поворотов, все время прямо. Вот только лежащие полицейские встречаются на пути. Надписи «Сдам жилье», «Сдам комнату», «Ночлег». Чувствуется такая уже прибрежная курортная зона. Проезжаем частный сектор. Выезжаем на небольшой мостик через реку Обиточный. С левой стороны ориентир такой, вышка мобильной связи. И вот дальше по ходу слева аграрный техникум. И подъезжаем к Т-образному перекрестку. Т-образный перекресток и поворачиваем направо. Вот знак направления уже указывает нам набережное поселок. Расстояние. И вот на этом перекрестке, вот там еще слева, видите, ретранслятор телевышка за горизонтом моря. Мы поворачиваем направо. И вот эта дорога прямо-прямо-прямо приведет нас в поселок Набережный. Вот дальше уже все. Поселок, ну дальше есть и только в план, потому что там ходит все. Абсолютно несложный маршрут, абсолютно несложный. Ну, конечно, таксисты от автовокзала километров 15 возьмут где-то гривень, ну, наверное, 150-180, там в зависимости по ситуации будут смотреть. Мы подъезжаем к самому поселку, поселок Набережная, расположен на самом-самом берегу Азовского моря. Сейчас проедем по поселку, посмотрим, что же как там обстоит дело. Привет! Вот, подъехали, приехали. Поселок, дорожный знак, Набережная. И мы поворачиваем в сторону моря налево, мимо людских огородов, с правой стороны огороды, слева поле. Вот там водонапорная башня. Это уже территория базы отдыха Красная Гвоздика. Красная Гвоздика, крайняя база, будет нам служить таким ориентиром, границей межой от ее изгороди. И туда, к косе, можно располагаться бесплатно. Совершенно бесплатно. Дорога, по которой мы едем, ведет нас к спуску. Место называется спуск. Культовое место, облюбованное рыбаками, любителей ловли пеленгаса на спиннинг и теми людьми, которые любят расположиться на природе с палатками. Людьми, те, которые считают, что природа это достояние народа, и платить за нее совершенно не собираются. Шлагбаума нету, проезд бесплатный. Никто вас не спросит, что, куда, зачем и на сколько. Поэтому приезжайте. Собирались вроде бы как ставить шлагбаум, но пока что нету. Как только будет появляться какая-то такая ситуация со шлагбаумом, мы вам будем сообщать. И вот эта вся территория от Гвоздики туда до Косы, вся вот эта огромная территория, это все ваше. Продвигаемся дальше. И вот он, такой центральный сельский пляж. Места очень много, территория большая. Опускаемся вниз сюда. Летом, конечно же, здесь предприниматели берут в аренду эту территорию, и взымается плата. Но если вот так подъехать, просто покупаться, то никакой платы не надо. Просто подъехал и купайся. А если останавливаешься так на сутки, на боли, с машиной, с палаткой, то, конечно, взымается плата. Мотивирует тем, что территория убирается, вода, туалет, ну, и там беседки какие-то, тенек организовывается. Ну, все как положено для отдыха. Поэтому берется плата. Ну, не всем это нравится, конечно. Расценки еще пока мы не знаем, не будем говорить, сезон только начинается, когда все это будет известно. Конечно же, покажем, расчертим все по квадратам, что, как и почем. Посмотрим. Ну, места достаточно и так, и так можно отдыхать. Поэтому мы вам и показываем эту ситуацию. Ну, поехали наверх, смотреть, что там наверху. Территория здесь большая, огромная территория. Вот мы ее проезжаем, немножко порассуждаем. Смотрите, каждый, кто сюда проезжает, старается, конечно, ближе, ближе к воде. И это понятно. С машиной, с палаткой там, с зонтиком, с покрывалом, ближе к воде. А вот здесь территория захламляется, замусоривается, поэтому нужно ее убирать, ухаживать, санитарная обработка. Все это нужно кому-то делать. Поэтому вот поднимаемся наверх. Сейчас подъедем с другой стороны. Там есть немножко такой спуск. Вот это здание, видите? Вот это историческое здание имения Глебовой. Графини Глебовой. Такое здание, такое место, историческое место. У нас есть ссылочка. Мы о нем снимали обзор. Я вам сейчас ссылочку покажу непременно. И вот отсюда можно опуститься, сюда вниз к морю. Тоже пляж такой между базами. Территория. Ну вот летом как-то здесь все нужно будет смотреть, что здесь, как будет взыматься плата, где и что, и как. Вот точно, что плата не будет взыматься, это там вот на спуске, за красной гвоздикой, где я вам показал. А здесь вот будем смотреть, когда будет сезон начинаться. Я вам постараюсь все это показать и рассказать. Именно четко показать, что как, что как выглядит. Ну вот сейчас мы еще посмотрим такие базы отдыха, частный сектор, где можно расположиться, может быть, часть семейства расположить в домике, в квартире где-то, а часть там палатки. Будем смотреть сейчас, поехали. Я имею в виду, что если приехать с машиной, с палаткой, с семьей, то может быть, есть такой смысл разместить жену, детей где-то здесь, так более-менее, в какой-то времянке. Комнатку снять, небольшую комнатку, недорого. А самому в палатке разместиться, там с рыбалкой, с этими делами, всеми с удочками. Они будут приходить к вам туда днем, отдыхать на море, а вечером сюда к себе более-менее такие удобные условия, комфортные условия, свет, все же это понятно. Я считаю, что не очень дорого будет. Все-таки же такой сельский вариант, обыкновенное село, самое-самое простое село, добродушные люди. И вот разместиться в каком-то таком уголочке, чтобы недорого. Ну, конечно же, по сезону понятно, что это будут цены взвинчены до небес, потому что наплыв людей много. И мест мало может быть. Ну, видите, вот так базы отдыха выглядят. Вот так частые подворья вот эти выглядят, куда люди поселяются, ну, принимают отдыхающих в таких вот обычных подворьях, в обычных домах. Есть, конечно, базы отдыха, такие как Красная Гвоздика, Лагуна, другие базы, Сказка, Меотида. Ну, там более-менее, конечно, комфортно, не шикарные базы. Есть небольшие коттеджи, небольшие домики, пансионаты. Ну, вот такое. Я думаю, что если будет интересно, я, конечно же, вам к сезону все это покажу, с телефонами расскажу все, как, что, как будет выглядеть это в сезон. Ну, а пока что вот так. Видите, как бы все серое, все такое, вот все просматривается. Когда здесь лето, конечно, зелень, сочная зелень, все утопает в зелени. Замечательное, такое курортное место. Сейчас мы увидим, что вот так. Вот так это все выглядит. Ну, хорошо и посмотреть, потому что, чтобы вы ориентировались, знали, на что настраивались, когда приезжаете в такие вот небольшие поселочки, сельские поселочки, сельский вариант, сельский отдых, такой у моря. Показываю вам, чтобы вы ориентировались, сделали себе мнение. Ну, вот расстраиваться и пугаться не надо, потому что, вот так оно сейчас выглядит, вроде бы как-то так вот серовато. На самом деле, очень хорошо, все будет подкрашено, обновлено и выглядит достойно и привлекательно. Сказать убедительно, утвердительно и однозначно, что отдых будет комфортным, но никак невозможно, потому что, приезжая в такие вот места, места удаленного отдыха, небольшие поселки, рыбацкие хуторочки у моря, нужно помнить о том, что можно столкнуться с какими-то бытовыми проблемами, а хочется, чтобы отдых был комфортным и главное, недорогим. Вот мы сейчас разворачиваемся возле такой базы отдыха, красная гвоздика, хорошая база, с хорошей репутацией. Конечно же, есть элитные апартаменты, элитные номера, люкс, полулюкс, стандарт, эконом, удобство во дворе, парковка, все это нужно, кондиционеры, все это нужно помнить и знать. Иметь в виду также то, что море здесь неглубокое, вот чтобы дойти до глубины полтора-два метра, нужно прошагать метров 50, 100, а иногда и 150. Конечно же, это удобно для детей, но не всегда комфортно, потому что и траву подгоняет ветер, и дно немножко неуютное, поэтому все это создает небольшие такие вот проблемы. Кто приезжает постоянно, кому-то нравится, мы же здесь живем, привыкли, нам кажется, что все хорошо и не замечаем этих таких мелких проблем. Кто-то уехал, кому-то не понравился такой вот берег и такой быт. Мы же желаем вам всегда комфортного, приятного, удобного и недорогого отдыха на Азовском море. канал Авто Такт